Привет! 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 Я рада до конца жизни! На экскурсию в Тобольский Кванториум учителя района пришли помечтать, как усовершенствовать дополнительное образование для сельских ребятишек. Оснащением школ их уже не удивишь. Каждая новая все лучше и лучше. Хмельевская СОЖ в Заволоте соответствует самым высоким современным стандартам России, несмотря на то, что учатся там всего 38 учеников. Во-первых, интерактивные доски в каждом кабинете. У нас кабинет учителя, вот именно место учителя оборудовано. И у нас, значит, эксирок стоит, и ноутбуки нам современнейшие дали. Интернет у нас сейчас летает в школе, то есть не надо, допустим, ждать, когда это все закачается. Мне кажется, даже у нас результаты из-за этого стали лучше. Когда вот два месяца просто занимались, у нас ребятишки, у меня 66% в девятом классе было качество. Почти 200 учителей работают в школах Тобольского района. Вы все достойны наград, и они у вас будут, пообещал Георгий Ускачкинцев, начальник отдела образования. Профессиональный праздник награждали многих. Работая в условиях кадрового голода, некоторые учителя преподают по три предмета. 31% учителей района в возрасте до 35 лет. Столько же и после 60. Наша задача – сохранить и тех, и других. Потому что, во-первых, должна быть преемственность. Во-вторых, наши педагоги опытные, скажем так, должны передавать свой профессиональный уровень молодым. Если в июле месяце у нас было 38 вакансий, то подошли мы к началу учебного года всего с двумя. Для молодых учителей у нас тоже есть определенная поддержка, она ежемесячная, дополнительная. Поэтому я очень надеюсь, что они уже по итогам за сентябрь месяц ее получат. В год педагога-наставника Наталья Фиденко взяла шефство над Дамиром Муратовым. Учитель информатики и физики приехал в Бизино по программе «Земский учитель». Вместе они участвовали в муниципальном конкурсе наставничества. В финале нам удалось получить третье место муниципального конкурса. И сейчас мы номинированы на региональный конкурс «Две звезды». Ребята у нас принимали участие в конкурсе «Хранители истории». Нам было приглашение ехать в город Волгоград. В День учителя приходит осознание высокой миссии педагогов, что от них зависит будущее России. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.